Если у вашей компании два-три основных клиента, то всегда существует риск того, что ваш клиент изменит свою стратегию, и это отобразится и на вашей компании. Если мы хотим создать международную аутсорсинговую IT-компанию, на какие три момента нужно обратить внимание до того, как мы начинаем ее создавать? Мне кажется, компаниям в СНГ нужно прекратить говорить о технологиях. Когда я общался с представителями различных компаний и спрашивал, чем они занимаются, то всегда получал похожие ответы. Мы работаем с Pitch, Java или Ruby on Rails. Все начинают сразу говорить о технологиях, но на самом деле, если вы хотите построить успешный бизнес и заполучить крупных клиентов, то можно подняться выше этого уровня. Я сейчас говорю не о технологиях, а о готовых решениях для конкретных проблем. Нужно говорить с крупными клиентами об их финансовой системе и о том, как вы можете усовершенствовать финансовое прогнозирование, финансовые потоки или составление бюджета. И только после этого вы предлагаете технологическое решение. По сути, вы предлагаете консалтинговые услуги и фрод-энд-разработку, а также бизнес-аналитику. Вы пытаетесь понять клиента, оценить его потребности и проблемы. И только непосредственное создание готового решения включает использование технологий. Поговорим о стратегиях аутсорсинговых IT-компаний. Они отличаются в зависимости от страны. В каждой стране компания должна находить индивидуальный подход к клиентам? Это естественный процесс. Так или иначе, все будет происходить именно так. Если мы посмотрим, например, на Индию, то там компании используют совершенно другие технологии. На рынке аутсорсинговых компаний Индии традиционно есть компании, которые создают технологии на основе платформы Microsoft.net. Как правило, именно индийские компании предлагают специализированные услуги на основе Microsoft Dynamics, GP или AX. Подобные вещи не очень распространены в СНГ. IT-индустрия моложе здесь. Работают молодые люди. Используются более инновационные технологии. И специалистов обучают, используя ведущие технологии в этой отрасли. Также в СНГ очень широко используются веб-технологии. Многие компании работают с PHP, JavaScript и предоставляют разработку на уровне fraud-end и back-end. Я работаю в этой отрасли уже на протяжении длительного времени. Но эти продукты все еще считаются относительно новыми на этом рынке. В СНГ эта индустрия отличается. Индия не самая популярная страна для аутсорсинга в сфере веб-разработки и веб-дизайна. Если компания работает с веб-технологиями, то она может найти 3-4 клиента. А эти клиенты в свою очередь найдут несколько партнеров для совместных проектов. Но существует ограниченный пул крупных IT-компаний, которые работают на рынке аутсорсинга. Если компании в СНГ хотят расширяться, то им нужно начинать работу и с другими технологиями. Например, нужно начать создавать так называемые бизнес-приложения, такие как SEP, Dynamics и так далее. Именно в этой сфере можно найти крупных клиентов. Если вы хотите работать с такими клиентами, как BP, ION и другими крупными энергетическими компаниями и банками, такими как Lloyd's, то вам нужно заниматься разработкой крупных систем, а не веб-разработкой. То есть предлагать дешевые услуги – это не лучшая идея? Не нужно снижать цены, вам никогда не удастся добиться успеха с такой стратегией. В Индии или Китае цены на такие услуги гораздо ниже. Китай сейчас очень активно развивает рынок аутсорсинговых услуг. Для американцев Южная Америка предлагает нам более низкие цены. Они могут обратиться, например, на рынок в Коста-Рике. В СНГ зарплаты в это утро шли выше, но она может конкурировать с другими странами по качеству и используемым технологиям. Создание аутсорсинговой компании в текущих условиях – это хорошая идея? И стоит ли сейчас таким крупным компаниям, как Intel или IBM, сотрудничать с аутсорсинговыми фирмами? Или же лучше просто открыть собственное представительство в любой стране и найти подходящих сотрудников? У меня нет однозначного ответа на ваш вопрос. Многие компании действительно поступают так, как вы описали. Многие крупные консалтинговые компании из США открывают центры разработки в таких странах, как Польша и Балтийских странах. И я знаю несколько подобных центров. Например, существует очень крупная американская компания Cyber Incorporated. У этой компании есть офисы по всему миру. Они традиционно занимаются инструментами SAP и Dynamics. Это консалтинговая компания, и сейчас она владеет огромным центром разработки в Польше. И многие другие компании работают по такой же схеме. Компании, в принципе, могут поступать и так, если захотят. Но, с другой стороны, очень часто компании не хотят прикладывать усилия, которые связаны с содержанием такого центра. Зачем строить еще одно представительство в другой стране, если в этой стране уже и так существуют фирмы, которые предлагают подобные услуги? Аутсорсинговые компании могут сделать все необходимое. Заказчику нужно только заплатить и получить результат. Еще один вопрос по поводу стратегии компании. Может ли аутсорсинговая компания быть ориентирована исключительно на американских клиентов? Например, может ли аутсорсинговая компания работать только с IBM, Microsoft и так далее? В принципе, при желании можно использовать и такую стратегию, но она сопровождается определенными рисками. Если у вашей компании 2-3 основных клиента, то всегда существует риск того, что ваш клиент изменит свою стратегию. И это отобразится и на вашей компании. Если компания Microsoft отвечает за 100% вашей прибыли, и в следующем году генеральным директором этой компании может стать и другой человек, и он кардинально изменит стратегию компании и решит, что больше не стоит производить программное обеспечение, а лучше развиваться в сфере облачных технологий. В итоге вы рискуете потерять все. Как говорят, не нужно складывать все яйца в одну корзину. Диверсификация клиентской базы – это очень хорошая идея. У компании должно быть как можно больше клиентов. Это, конечно, может быть проблематично, особенно если у вас есть один крупный клиент, который высасывает всю энергию из вас, и вы можете работать только с ним. Стабильная бизнес-стратегия предполагает перераспределение рисков и увеличение клиентской базы, насколько это возможно. О том, какие существуют стратегии развития работы аутсорсинговых компаний, нам рассказал Жером Макгилеврей из Radio Software Engineering. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулебаба, специально для Dukascopy TV. Оставайтесь на нашем канале. Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...